Добрый день, друзья мои! Сегодня я занимаюсь тем, что спасать уже нечего. В мое долгое отсутствие, ответственный за состояние цветов, видел, что что-то с ней такое нехорошее происходит и старался все больше и больше полить. Ну, соответственно, корень залился, загнил. Укоренить такую огромную лиану практически нет возможности, поэтому что делать? Чтобы ее спасти, а кончики, хотя и нездоровый лист, вот посмотрите, его видно, что он такой подвявший, но тем не менее его еще можно вернуть к жизни. Поэтому я сейчас всю вот эту вот хою начеренкую. Занимаюсь сегодня тем, что режу мою хою на черенки. Делаю это. А вы знаете, я нашла вредителя. Посмотрите. Даже не знаю, кто это. Тут еще и завелся какой-то житель на листочках. Много-много-много таких вот маленьких беленьких точечек. Я потом посмотрю это вблизи. И рассмотрю, конечно, каждый лист. Если какие-то листья такие попадутся, я их обязательно удалю. Вот оставлю его этот лист, чтобы узнать, кто еще завелся в моей хои. Ну, а пока все-таки попытаюсь ее спасти. Как я ее черенкую? Я режу по два междоузлия. Одно междоузлие и второе междоузлие. И вот эту вот длинную палочку оставляю для образования корней. Вот такие вот череночки я сейчас нарежу. И остается точно так же. Одно-два междоузлия и вот такой вот стебелек. Получится очень много черенков. Укоренять я их буду в воде. Но больше ничего пока не наблюдаю. Все листочки целые, чистые. Режу все на черенки. Два междоузлия и ствол. Два междоузлия и ствол. Вот нездоровый лист я тоже удалю. На нем никто не живет, но какой-то виловатый лист. Так, что у нас тут осталось. Вот эту вот я удаляю. Хотя ее тоже можно посадить и корешки там образуются. Но у меня не будет необходимости сохранять все-все-все. Вот так вот по два междоузлия я ее всю нарежу. Конечно же я пересмотрю. Конечно же я прямо в ведре все перемою. Если что-то где-то найду, я обязательно обработаю. Предварительно найду, что это за вредитель. Кто это такой поселился. Ну вот сколько режу, больше нету. Жалко, конечно, мою кою. Но ничего не сделаешь. Так ее хотя бы можно спасти. А если попытаться посадить такие большие винные ветви, конечно же она не примется. Она их не потянет. Потому что тут много листьев, наверное, отрежу вот так вот один черенок. Все остальное удачно получается порезать по два черенка. Ну а здесь вот уже не сильно живой ствол. Видите? Этот я думаю, что уже не пойдет. Так, дорезаем здесь. Этот вот так вот с одним междуузлием пойдет. Этот с двумя. Следующий тоже с двумя. Хотя вот таких вот, я думаю, можно будет и не сажать. Очень уж, очень уж много их получится. Листья чувствуются, что привявшие. Вот с обратной стороны особенно. Я их сейчас залью водой, вымою хорошенько. А потом помещу в емкость для укоренения. Нигде больше вредителей не наблюдаю. Возможно, они еще не вывелись и не успели навредить. Вот так вот. А здесь будет... Тут видно, где живой зеленый ствол. И видно, где он уже коричневый засохший. Отрезаю по живому. Удаляю листочек. Думаю, что укоренится. Все, теперь это все уже не пригодится. До тех пор, пока моя хоя не вырастет. Ну, должна вам сказать, что выросла она довольно-таки быстро. Посмотрю все-таки на корешок. Достается. Несложно. Потому что он не живой. Ну, вот. А это все на выброс, на удаление. Я высыпаю землю из, после использованных, так скажем, уже непригодную для выращивания. Я высыпаю в грунт, высыпаю под малину, высыпаю куда угодно на клумбу. Она все-таки рыхлая. В ней содержится много полезного. И, я думаю, что это немножко улучшит. Вот поближе поднесла, показать вам, какой листочек я нашла. Но пока еще никто не вылупился отсюда. Пока еще никто не разбрелся. Никаких вредителей. Хотя, может быть, он настолько мелок, что его на листьях не видно. Если вы знаете, что это, если вы знаете, кто это, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Листочки я прям поместила в ведро с водой. И минут пять подержала их. Чтобы хоя как можно больше напилась, но не размокла. Я думаю, этого достаточно. И в целях профилактики, и наполнения питания водой. Ну, а сейчас я помещаю его, помещаю эту вазочку для образования корней. Вот на стволе хои все в таких вот маленьких точечках. Это все задатки будущих корней. Поэтому корни образования должно пройти очень быстро. Сейчас я соберу их все в один букет. Поставлю. Не буду сверху не накрывать пакетом. Не буду переувлажнять. Не буду делать парничку. Ничего не буду делать просто-напросто. Поставлю в воду. И буду ждать, как только появятся маленькие корешки, она сразу начнет пить. И сразу же это я увижу по состоянию листьев. То есть здоровые листочки сразу же покажут мне состояние моей хои. И то, как происходит укоренение. Очень много получилось. Очень много. Ну, вот воды налила до самых краев. Буквально до самого верха. Чтобы уже все-все-все-все были в воде. Так будет надежнее. И так будет ей удобнее. Некоторые листочки даже утонули. Листочком утонуть-то не надо было бы. Ну, что, будем ждать результат. Прошло немного времени. Ну, немного это недели две. Вот я достала все свои хоечки. И хочу вам показать, как на них образовались корешки. Чтобы вам виднее было. Вот корешочек, в котором уже можно хою сажать в грунт. Я приготовила вот такие мои крышечки от торта. Кто меня смотрит, тот знает, что я люблю в них сажать. Умещается 10, 12, 15 вот таких вот стаканчиков с грунтом. Ну, и сажаю я их так, чтобы корешок, конечно же, оказался в земле. Хотя, хочу сказать, что вот тут вот тоже образуется корешок. И если я посажу его вот так вот поглубже, чтобы оказалось и один корешок, и второй в земле, то получится, ну, как бы сразу два корешка, которые, если будет необходимость, можно разделить на два. А можно будет посадить один и сразу же в две стороны его расплетать. Ну, осталось дело за малым. Нужно только брать и сажать. Сейчас я вам покажу остальные корешки. Посмотрите, ну, практически одна только хоечка я пересмотрела, не дала корешок. Почему-то вот у неё так на стадии замирания осталось. Все остальные, посмотрите, вот они корешки. Вот они корешочки. То есть, всё это уже можно смело посадить. Так, вот они, вот они, вот они, вот они. Ну, вот это я сейчас всё сажаю. Корешки не только в конце, вот они в серединке. То есть, какие-то, может быть, я сейчас ещё и поделю пополам. Потому что вполне возможно достаточно вот такой, например, хои достаточно будет отрезать вот так. Один корешок посадить. А второй вот так вот посадить со вторым корешком. Сейчас я вам покажу. Найду его, чтобы вы его увидели. Вот он сверху, видите, торчит. Ну, вот, не знаю, сколько у меня их получится. Получится, конечно, их очень много. Но, возможно, буду сажать где-то по две. Может быть, все посажу по две. Потому что сколько получится, столько я вам потом покажу. Вот мои коечки. Некоторые пришлось посадить по две, а некоторые даже пришлось посадить и по три. Сколько получилось, не знаю. Цыплят по очи не считают. Вот когда увижу корешки уже, тогда буду разделять большие стаканчики и смотреть, что прижилось, что не прижилось. Все хорошие, здоровые. Единственный, который был без корешков. Вот я его тоже посадила. Видите, какой помятый такой листочек, привятый немножко. Но я, тем не менее, его поглубже посадила. Сейчас немного полью. Поливать вот в таких вот крышечках от торта можно в одном месте. Это все будет на дне. И коечки впитают водичку. То есть каждый куст отдельно заливать не стоит. Ну и все. Дальше ждем. Можно было бы, конечно, снимать бесконечный сериал. Это видео я на этом заканчиваю. А следующее видео уже сниму тогда, когда появятся корешки. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»